Сначала посчитаем, потом глядишь и сократим. Все государственные и муниципальные учреждения теперь можно найти в одном месте. Полный список общественных лиц подготовил регистр предприятий. В нем 2600 фигурантов. Кому это надо и как им пользоваться в сюжете Ксении Колесниковой. До сих пор в государственном регистре предприятий было 13 различных баз данных. Сегодня появился новый список на регистр общественных лиц и учреждений. Там можно будет получить основную информацию об учреждении. Название, номер регистрации, когда оно было зарегистрировано и на каком основании. Можно будет узнать лицо, которое имеет право его представлять, его имя и фамилию, должность и срок полномочий. Также будет информация о реорганизации или ликвидации учреждения. В списке оказались все государственные и муниципальные структуры. Всего в нем более 2600 фигурантов. Создание регистра обошлось в 150 тысяч евро. Для этого проекта были привлечены еврофонды. Путь от идеи до реализации занял 19 лет. Из-за нехватки политической воли, говорят бывшие руководители регистра предприятий. Один из них, Яныс Энзинч, ныне руководитель торгово-промышленной палаты, говорит, что это удобный инструмент для оптимизации госуправления. Сперва мы видим, сколько вообще есть разных институций. И сейчас мы знаем точно, что это свыше 2600. Это очень много. И, конечно, сразу появляется вопрос, не слишком много ли. И думаю, что эта цифра слишком большая. И абсолютно ясно, что есть повод. Но сейчас посмотреть, что объединить и так далее. По мнению Энзинча, работу регистра еще есть куда расширять. В него можно включить земельную книгу, базу данных Дирекции безопасности дорожного движения и другие регистры. Ксения Колесникова, Олаф Першевец, Латвийское телевидение.